Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это видео посвящается памяти одного из сильнейших игроков в русские шашки, ярославского гроссмейстера Владимира Васильевича Скрабова. Владимир Васильевич был не только отличным игроком в русские шашки, но также и добрым и чутким тренером, великолепным организатором и судьей шашечных соревнований, а также популяризатором шашечной игры. Он вел сразу же два одноименных канала про шашки. Один канал в Телеграме, другой канал в Ютубе. Друзья, кстати, до сих пор подписан на один из каналов в Ютубе Владимира Скрабова. Ссылку оставлю в описании этого ролика. Поверьте, там есть много интересных шашечных стримов, достойных вашего внимания. Друзья, я пересмотрел много интервью с Владимиром Васильевичем и пришел к следующему выводу. Главной своей задачей в тренерской деятельности Владимир Васильевич ставил не создание шашечных чемпионов, а воспитание в детях настоящего человека, человека с большой буквы. Через приобщение к шашечному искусству, красотам шашечной игры и шашечных комбинаций и этюдов. И, друзья, давайте сегодня рассмотрим несколько комбинационных партий из творчества этого выдающегося гроссмейстера. Итак, первая партия между Василием Максимчуком и Владимиром Скрабовым. Василий Максимчук также великолепный игрок и тренер из поселка Татарбурнары Одесской области. СД4, БА5, ДЦ5. Разыгран так называемый дебют кол. Черная игра от ФГ5, белая игра от ЖФ4. Черная игра от ЖФ4, белая игра от БЦ3. Черная игра от ЖФ6. Но обычно в этой позиции либо размениваются ФГ5, либо играют СД4. Но Василий сыграл АБ2. Черные сыграли ФГ5, белые играют БА3, черные играют СБ6. И в этой позиции белые предпочли разменяться таким образом. То есть белые заняли центр, черные окружают его. Ну и в этой позиции Владимир Васильевич сыграл ЕФ6. Необычный ход на ловушку. И сейчас вы ее увидите. В этой позиции за белых очень сильно было играть СД2. И на возможный ход ФГ5 можно было ответить ФЕ5. То есть белые полностью занимают центр и оказывают большое давление на позицию черных. Но белые в этой позиции сыграли СБ2. Черная игра от ДЕ7. И в этой позиции у белых была ничья. Можно было сыграть, например, АЖ3. Ну и на ход ФГ5 разменяться вот таким образом. Черные бы сыграли ЖХ4. Белые бы разменялись назад. Ну и после размена белые могли разменяться вот таким образом. Произвести двойной размен. И партия постепенно пришла бы к ничьей. Но белые в этой позиции сыграли ЕД2. И черные провели разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные сыграли АЖ5. Затем ФЕ5. Пропустили белых дамки. И затем, после размена, черные проводят комбинацию под названием лестница. Очень эффектная комбинация. Отдаем одну шашку, ловим первую дамку. И видите, черные как бы поднимаются вверх по лестнице. Затем ловим вторую дамку. И завершаем вот такой... Совершаем такой красивый удар. Ну и в этой позиции на ход БЦ3 или АБ4 черные сыграют БА7. И затем будут ходить по полям Е3 и А7. Здесь у белых нет никаких шансов на ничью. Самый сильный ход это АЖ3. Когда черные бьют в эту сторону. Ну и после нападения надо отходить. Черные снова нападают. Снова надо отходить. Затем черные играют АЖ7. Ну и на любой ход играет БА7 и отсекают шашки белых от похода в дамки. С выигрышем. Следующая партия была сыграна Анатолием Загуляевым. Сильным гроссмейстером, который сейчас живет в США. И Владимиром Скрабовым. СД4 БА5. Также дебют кол. Но в этой позиции после хода ФЖ5 белые играют ЕД4. Уже другая система. Черные пытаются запутать своего соперника. И играют ЕФ6. Белые играют ДЕ3. Грозят разменяться на поле Б6. Поэтому черные закрываются. Ну и возникает интересная позиция. ЖФ4, ДЦ7, СД2, ФЕ7, ФЕ5, ЖХ4. И в этой позиции у белых есть два хода. Возможных ЕФ4 и БА3. Ну а Ж3 не хочется играть, потому что черные могут разменяться в центре. Здесь надо было все-таки играть БА3. И возможно было следующее продолжение в партии. Черные нападают. Белые жертвуют шашку. И затем получают большое преимущество. И здесь возможно была уже ловушка за черных. После АБ2 черные должны играть ФЖ5. И на нападение играть ЖФ6. Белые бьют именно на поле А5. И у черных единственный ход. АЖ7. В этой позиции есть отличная жертва. ЕД6. Черным надо бить только назад. И теперь белые играют АЖ3. В этой позиции уже черным надо быть осторожными. У них есть два хода. ЕД6 и СД6. СД6 все-таки ведет к ничьей. То есть после такого размена у белых большое преимущество. Но черные все-таки могут достичь ничьей при точной игре. Если же черные в этой позиции играют ЕД6. То этот ход уже проигрывает. И проигрывает красиво. Белые играют ДЦ3. И видите, ход ДЦ5 невозможен. Из-за элементарного ЖФ4. И несмотря на ничьей шашки, черные проигрывают за счет разрыва по флангам. И того, что у черных нет упоров для разменов. Если же черные в этой позиции играют ДЕ5, тогда белые красиво жертвуют вторую шашку и нападают. И ничьей, как ни странно, у черных также нет. То есть после таких ходов бьем таким образом. Затем играем СБ4. Ну и черным можно сдаться в этой позиции. Белые же в этой позиции вместо сильного хода БА3 ошиблись и сыграли ЕФ4. И черные провели красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют АЖ3. Затем ФЖ5. Пропускают белых в дамки. Затем играют АБ4. И видите, используют ослабленное поле С1 вот таким необычным образом. То есть ловят дамку белых. После хода ЕД6 черные бьют на поле Ж5. И здесь создаются позиции с большим преимуществом у черных. Но все-таки с некоторыми шансами на ничью у белых. Друзья, я в детстве играл с Владимиром Васильевичем Скрабовым в сеансе одновременной игры. И, друзья, мне удалось даже сделать ничью. Приятное воспоминание. Но в турнирах гамблера все-таки ни разу даже в ничью не сыграл. Играли всего три раза с Владимиром Васильевичем. И все три партии я проиграл. И одну из таких партий я хочу вам показать. Она интересна своим этюдным выигрышем. Друзья, я играл белыми. А гроссмейстер с Крабов черными. СД4, ДЦ5. ДЦ3 моя любимая система. Ну и на ход ФГ5 я здесь обычно нападаю. Черные размениваются. Таким образом. И я играю ФГ3. В этой позиции лучше всего играть именно БЦ5. Ну и, естественно, ЕД6 нельзя из-за элементарного ударчика. То есть играем АБ4. Затем БЦ5. Белые отыгрывают шашку. Затем ходом ЕД2 забирают шашку Е3. И должны победить в создавшейся позиции. Естественно, гроссмейстеры на такие детские ловушки не попадаются. И далее в партии было БЦ5. Я произвел двойной размен. Черные развивают свой сильный левый фланг. ЖФ6, ФЕ3, ФЕ5. Я предпочел здесь разменяться назад. Не давая черным напасть ходом ЕД4. Далее в партии было АЖ7, АБ2, ЕД6, ФЕ3. Обе стороны подтягивают свои силы к центру доски. И после ДЕ7 я сыграл ЕД2. Черные сыграли ФЖ7. И здесь я разменялся. Далее в партии было ДЦ5, ЖФ2, БЦ7, СД2. И в этой позиции черные сыграли СД6. Тут, друзья, я понял, что надо думать. Вроде простая позиция, но на самом деле уравнять ее не так-то просто. То есть на ход ФЕ3 черные играют ФЕ5. Ну и видите, хода ФЖ5 нет, так как черные нападают и белым остается только сдаться. Между тем, в этой позиции после хода ФЕ5 была тонкая ничья, которую я не заметил. То есть в этой позиции есть очень красивый прием, который полезно запомнить. Играем СД4. Ну и такой своеобразный контур-удар, видите. Черным надо бить в эту сторону. Другой бой не дает преимущества. Ну тогда белые жертвуют. Две шашки и прорываются в дамки. И, друзья, как ни странно, в этой позиции выигрыша за черных нет. То есть будь дамка черных, допустим, на поле Б8, был бы выигрыш. Но черные здесь, видите, не могут увести свою дамку, так как белые тут же разменяют шашку А5 и достигнут ничьей. А если играть ДЦ5, то тогда эта позиция ничейная. Черные здесь выиграть не могут. Я увидел, что после СД2 и СД6 плохо играть и ФЕ3 из-за нападения. И не заметил вот этого контур-удара. Поэтому в этой позиции я сыграл ФЕ3. Я видел, что здесь черные проводят небольшой ударчик, но не боялся его. То есть черные играют АБ4, затем СБ6, затем ЕД6. И прорываются на преддамочное поле. Ну, кажется, что белые легко достигают ничей, но на самом деле это не так. Для достижения ничей надо играть довольно-таки точно. То есть играем ФЖ5, затем нападаем, отдаем шашку и прорываемся в дамки. Вот таким образом. А в этой позиции, как ни странно, ход АЖ5, как сыграл я, он неожиданно проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Он довольно-таки симпатичный и неожиданный. Черные играют ФЕ1, ставят дамку на поле Е1. Ну и тут я увидел, друзья, что нападать на шашку черных нельзя, так как черные тут же ловят мою дамку. Ну и затем отсекают мои шашки от похода в дамки. Вот таким образом. То есть хода ФЕ5 нет из-за простого СД4. И черные снова празднуют победу, так как мои шашки тут не больше, чем балласт. Поэтому в этой позиции жертвовать бесполезно. Черные просто побьют на А5 и легко выиграют с теми же идеями. То есть на такой ход также бьем сюда. Ну и снова на такой ход. А на постановку дамки играем АБ4. Ну и затем легко ловим белых. Поэтому в этой позиции я сыграл СБ2. Ну черные точно играют дамкой на поле А5. Ну и здесь мне пришлось сдаться. И действительно, друзья, на такой ход просто СД4 жертвы не помогают. То есть это выигранные позиции. А на ход ЖА6 черные играют АБ4. Ну и после того, как белые проходят дамки, черные жертвуют одну шашку, забирают две. Ну и на любой ход отсекают белых от походов дамки по двойнику с выигрышем. Друзья, еще одно наблюдение, которое сделал Владимир Васильевич Скрабов. Он однажды сказал, что главное в тренере это все-таки его доброта. Тренер должен быть добрым человеком для того, чтобы воспитать в детях именно человека. Доброта меняет мир. Главное не хорошо играть в шашки, главное быть добрым человеком. Владимир Васильевич был и остается навсегда украшением шашечного движения. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Друзья, до свидания. Давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры создавал DimaTorzok